Приветствую наших зрителей. Огромная благодарность, что находитесь вместе с нами. Город невесты это интересный сериал. Его нам с вами покажут по телеканалу Россия. С 6 ноября 2021 года. Сериал состоит из 8 серий. Мы с вами уже сейчас ознакомимся с содержанием серий. Итак, начнем. Первая серия. У четырех подруг из Иванова непростой период. Настя влюблена в Юру. Они собираются пожениться, но налаженную жизнь и все планы рушат возвращение Кирилла, первой любви Насти. Алина, сестра Юры, переживает тяжелый развод и сражается с мужем Димой за право опеки над маленькой дочкой. В семье многодетной Сони тоже назревает кризис. Она замечает, что муж Аркадий начал пить и явно что-то скрывает. Роковая красотка Кати, замдиректора фабрики, уже давно безуспешно лечится от бесплодия и страдает от неразделенной любви к Юре. Все собираются на свадьбе Настинова брата Лени. Но праздник оборачивается трагедией. Вторая серия. После скандала на поминках Настя никак не может прийти в себя, ей трудно поверить в то, что лишь она одна не знала правду о своем брате. Алина расспрашивает Кирилла о его прошлом. Тот не оставляет попыток вернуть Настю. Сони случайно видит, как ее муж встречается с бандитами, которые требуют вернуть долги и угрожают семье. Катя приходит в аэроклуб и нанимает Юру в качестве своего инструктора. Третья серия. Настя ищет способ вытащить Юру из тюрьмы, но у него нет алиби. Тревогу Настя подогревает беременная вдова Лени, Света. Она намекает, что Юра может быть на самом деле виновен. Сони тем временем пытается решить свои финансовые проблемы. Алина замечает, что Дима жесток с их маленькой дочкой и требует не приближаться к малышке. Вскоре к Алине приходит Катя и обнаруживает пропавший с места преступления телефон Лени. Кирилл предлагает Насте обратиться за помощью к влиятельному человеку, бандиту Седому. Четвертая серия. Бандиты Седова заявляются в дом Насти и застают там Кирилла. Они вывозят его в лес и угрожают расправой, требуя возмещения причиненного им ущерба. Кирилл рассказывает обо всем Насте и предлагает продать принадлежащий ему дом в Рыбинске. Накопившиеся проблемы раскачивают и без того нестабильное эмоциональное состояние Сони. Она всерьез раздумывает над предложением провернуть махинацию на фабрике. Муж на суде обвиняет Алину в том, что она ведет аморальный образ жизни и ставит под угрозу здоровье дочери. Пятая серия. Кирилл уговаривает Настю поехать к нему в гости в Москву. Катя счастлива и уже строит планы на будущее. Не дожидаясь результатов анализов, она сообщает Юре, что у них будет ребенок. Алина узнает о связи Кати и Юры. Она возмущена подлым постукком брата. Сони собрала деньги и хочет встретиться с главарем банды Седым. Шестая серия. Кирилл понимает, что Настя сбежала. К ее поискам подключается и Юра. Седой сообщает Соне, что денег, которые она принесла, недостаточно. Набежали большие проценты, но Сони может отдать их натурой. Юра находит Настю в лесу около озера, когда на нее нападают пьяные рыбаки. Юре удается отбить Настю. Они понимают, что любят друг друга. Седьмая серия. Алина приходит к Юре в тюрьму и раскрывает брату тайну, которую так долго хранила. Настя не верит в виновность Юры, но все говорит об обратном. Следователь убеждает ее, что Юра все это время вел двойную жизнь. Чтобы хоть как-то отвлечься от дурных мыслей, Настя выходит на работу. Но и на фабрике ей неспокойно, подруги отворачиваются от нее, а коллеги шушукаются за спиной. Восьмая серия. Алина, Катя и Соня едут в Москву на помощь Насте. Настя находит в доме у Кирилла кольцо его пропавшей жены и идет в полицию. От следователя Настя узнает, что Леня проходил свидетелем по делу исчезновения жены Кирилла. Подруги понимают, кто стоит за всеми преступлениями и пытаются вывести его на чистую воду. Благодарю вас всех за просмотры содержания серий. Не забывайте подписываться на канал.